Сейчас я хочу представить артиста, мастера художественного слова Андрея Гетмана. Мы все знаем, что вот в этом году 14-й год, год 200-летия нашего великого поэта, прозаика, философа Михаила Ильича Вермантова. И я думаю, будет уместен, если созвучат стихи Михаила Ильича. Андрей Гетман. Что может краткое свидание мне в утешенье принести? Час неизбежный расставанье настал, и я сказал, прости. И стих безумный, стих прощальный в альбом твой бросил для тебя, Как свет единственный печальный, который здесь оставлю я. И я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор не властный над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Ты позабыла, и я свободы для заблуждений не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам. И так я слишком долго видел в тебе надежду юных дней. И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильней. Как знать? Быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих, Я отнимал вдохновения. А чем ты заменила их? Быть может, мыслью небесной и силой духа убежден, Я дал бы не удар чудесный, а мне зато бессмертие он. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем ты не был сначала, какое стало, наконец? Я горд, прости, люби другого. Мечтай любовь найти в другом. Чего б то ни было земного, я не саделаюсь рабом. К чужим горам под небо юга, я удалюся, может быть. Но слишком знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Отныне стану наслаждаться, и в страсти стану грязь совсем. Совсем не буду я смеяться. А плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожно, чтобы не любить, как я любил. Или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил. Я был готов на смерть и муку, и целый мир на битву звать, Чтобы твою молодую руку безумец лишний раз пожрать. Не знав коварную измену, тебе я душу отдавал. Такой души ты знал и цену. Ты знала, я тебя не знал. Стихотворение Томара В глубокой теснине дарьяла, Где руется терек во мгле, Старинная башня стояла чернее на черной скале. В той башне высокой и тесной Царица Томара жила, Прекрасно, как ангел небесный, Как демон коварно и зла. И там, сквозь туман был ночи, Блистал огонек золотой, Кидался он пупнику в очи, Манилу на отдых ночной. И слышался голос Томары, Он весь был желанье и страсть, В нем были всесильные чары, Была непонятная власть. На голос невидимой Перри Шел воин, купец и пастух, Пред ним отбавляясь от двери, Встречал его мрачный явнух. На мягкой пуховой постели В парчу и жемчуг убрала, Ждала она гостя. Швели предмеют два кубка вина. Сплетались горячие руки, Уста прилипали к устам, И странные дикие звуки Всю ночь раздавались оттам. Как будто в тубашью пустую С той юношей пылких и жен Сошлись на свадьбу ночную, На кризну больших похорон. Но только что утро сиянье Кидало свой луч по горам, Мгновенно не мрак и молчанье Опять воцарялись оттам. Лишь терек в теснине дарья, Гремя нарушал тишину, Волна на волну набегала, Волна погоняла волну. И сплачем безгласное Тело спешило Оно плестит. В огне тогда Что-то глело Звучало оттуда Прости. И было так нежно прощанье, Так сладко тот голос звучал, Как будто восторг и свиданье И ласки любви обещал. Люблю отчизну я, Но странною любовью Не победить ее рассудок мой, Не слабо купленная кровью, Неполный гордого доверия богой, Ни темной старины Заветные предания Не шевелят во мне От радного мечтанья. Но я люблю, За что не знаю сам, Ее степей холодное молчанье, Ее весов безбрежных колыханье Разве вырежет ее подобные моря. Расселочным путем Люблю скакать в телеге И взором медленным Прорзая ночи тень, Встречать по сторонам, Сдыхая ночлеге Дрожащие огни Печальных деревень. Люблю ты мог С паленой жнивы Степи Ночующий обоз И на холме Средь желтой нивы Чепту белеющих берез. С отрадой многим незнакомой Я вижу полное гумно Избу покрытую саловой Срезными ставнями окно И в праздник вечером Рассистым Смотреть до полночи готов На пляску С топаньем и стилистом Под гор пьяных мужичков. Люблю отчизму я, Но странную любовью.